Привет, друзья! Одной из самых жутких разработок военного направления являются экспансивные пули. Если сравнить их с другими боеприпасами, то вероятность летального исхода от них гораздо выше. Действительно, они являются не совсем обычными и очень опасными, а главное, их запретили применять на практике при военных действиях. В чем же особенность этих пуль? В 1895 году, в период английской Четральской военной экспедиции, было установлено, что популярные в то время простые пули не могут обеспечить требуемый результат. Даже получив ранение, противник оставался и дальше в строю, причем он мог продолжать сражаться. В первую очередь, такой эффект от пуль оболочечного типа зависит от их неспособности при поражении цели деформироваться. Они прорезают все ткани, но проходят на вылет. И после получения данного ранения у человека есть достаточно высокие шансы на выживание. Смерть наступала в том случае, если пуля попадала в жизненно важные внутренние органы. В связи с этим, военное командование Великобритании приняло решение создать принципиально новый тип пули, отличающийся высоким уровнем поражения. Нейвил Бертниклей, боевой офицер в 90-е годы 19-го столетия в городе под названием Дум-Дум, создал новый вариант боеприпасов, специально для патрона 303 Бритиш. И это были экспансивные пули. Британские военнослужащие во время Второй Англобурдской войны сразу отметили, что эти боеприпасы более чем эффективны и при поражении целей наносят противнику страшные травмы. Но со временем в дискуссию вступили гуманисты, которые начали критиковать данную разработку. Их позиция вполне понятна, так как эти боеприпасы нередко именуют цветами смерти. На вылет, как в случае с простыми пулями, они не проходят. Оказываясь в теле, экспансивные пули просто рвут ткани, и результат от них гораздо выше. Правительство многих государств негодовали по поводу использования Дум-Дум. Все чаще и чаще стали говорить о том, что эти боеприпасы являются негуманными, средством, которое нарушает существующие традиции доблести. В итоге, по истечении пятилетнего срока после изобретения, их запретили применять в боях. На Гаагских мирных конференциях представители всех государств дали обещания в военных конфликтах не задействовать столь опасное и страшное вооружение, хотя в Первую мировую все обещания нарушались многократно. Такие боеприпасы использовали и россияне, и финны. Правда, последние это делали несколько позже, в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого столетия. Как же дела обстоят с экспансивными пулями в наше время? Боеприпасы этого типа и сейчас остаются под запретом в период введения военных действий. Но они не запрещены для использования, например, во время охоты. Более того, в Соединенных Штатах и ряде других государств их можно приобрести вполне законно. В некоторых случаях при необходимости ликвидации конкретных целей их использует и спецназ. Но если вам было интересно данное видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите интересные комментарии. До скорого!